Литературный талант Николая Гоголя известен всем, но откуда он черпал вдохновение? Неужели дело исключительно в буйной фантазии? Оказывается, история рода, из которого происходил писатель, сама по себе похожа на авантюрную историческую эпопею, и Гоголь не стеснялся заимствовать из нее сюжеты для своих произведений. 1 апреля 1809 года в семье шляхтичей Гоголь Яновских родился мальчик, которому дали имя Николай. Произошло это в местечке Великие Сорочинцы Полтавской губернии. По воле родителей Николая записали метрическую книгу лишь под одной фамилией – Яновский. Но через 23 года писатель официально сменил ее на другую – Гоголь. Странно оказаться от шляхетского герба с ястребом и предпочесть ему какую-то болотную птицу? Да, только не все знают, что имя красавца селезня носил прапрапрадедушка Николая Остап Гоголь. В молодые годы Остапа летописцы обошли вниманием, и мы знаем о нем лишь с 1648 года, когда он был ротмистром казаков в польском войске. В то время большая часть Украины входила в состав Речи Посполитой. Земля была поделена на большие куски и распределена между польскими магнатами. Польская шляхта запрещала употреблять украинский язык. Планомерно и целенаправленно вводила католицизм, ущемляя права православной церкви, конфискуя ее земли и церковные имущества. Украина кипела, и ей нужен был лишь лидер. Им оказался сотник Богдан Хмельницкий, получивший в войске запорожскому гетманскую булаву. К нему-то и присоединился Остап Гоголь. Сперва гетман хотел освободить лишь центральные земли Украины, но блестящая победа над поляками под Батагом в 1652 году вызвала массовое восстание украинцев на Подолье. Гетман отправил туда Остапа, который прекрасно себя проявил. В 1654 году Гоголю поручили командовать Подольским полком. В дальнейшем полковник выполнял наиболее важные поручения Хмельницкого по объединению и освобождению Украины. После смерти великого гетмана Остап заключил со Швецией Корсунский договор, по которому провозглашалось войско Запорожское за народ свободный и никому не подчиненный. Но среди украинцев начался раскол. Одни хотели принять часть Османской империи, другие соглашались перейти к Польше, а кто-то желал служить русскому царю. И все от того, что каждый казак хотел быть полковником, а каждый сотник гетманом, писал Остап Гоголь. После подписания в 1676 году между Турцией и Речью Посполитой договора к Польше отходили земли Киевской области, включая Белую церковь и Павлович. Гоголь встал на сторону польского короля, получив гетманскую булаву. Под управление Остапа передавалась Черногородская, Коростышевская и Дымерская крепости. Гоголь проводил активную политику по привлечению к себе левобережных казаков. Царь Федор Алексеевич даже опасался взятия Киева Гоголем. Но в 1678 году Остап написал письмо левобережному гетману Ивану Самойловичу. «Самого себя твоей милости отдаю», что означало стремление к объединению Украины. Умер Остап Гоголь в Дымере в январе 1679 года. 27 лет он был полковником войска Запорожского и 5 лет гетманом правобережья. Сын Остапа погиб при обороне Могилева. Внук Ян и правнук Демьян стали священниками. Сын Демьяна Афанасий Апанас также окончил Киевскую духовную академию. Он считался одним из образовывающих людей своего времени, знал 5 языков и поэтому был приглашен учителем к дочери Семена Лизагуба, внука Гетмана Скоропадского, Татьяне. Наследники великих воинов полюбили друг друга. По правилам учитель и ученица не могли оставаться наедине, но они умудрялись обмениваться записками. Своё признание в любви Афанасий прислал даме своего сердца в Ореховой скорлупе. Девушка ответила согласием. Но Лизагубы принадлежали к местной элите и желали для Татьяны другой партии. Впрочем, родители забыли, какая бунтарская кровь течёт в жилах их дочери. Она сбежала и тайно обвенчалась с учителем. У Строптивицы долгое время не было детей. Родившийся через 14 лет мальчик по имени Василий часто болел. Семейная легенда Гоголей гласит, что в 13 лет Василий увидел во сне Богородицу, которая сказала, ты выздоровеешь. И вот твоя жена. У ног её лежало маленькое дитя. Вскоре его родители приехали погостить в соседнее местечко Ярески. Когда кормилица вынесла показать гостям семимесячную девочку, Василий взглянул на неё и замер от удивления. Он узнал черты, которые видел во сне. С тех пор юноша стремился по любому поводу приехать в Ярески. Он забавлял девочку игрушками, даже играл с ней в куклу. Когда ей исполнилось 13, Василий посватался. Родители красавицы согласились, только предложили подождать год. Уж больно невеста молода. Это была мать писателя Машенька. Итак, родился Николай Яновский, наследник польского шляхтича, проживающего в Украине, где всё семейство разговаривало исключительно на украинском языке. Польских корней у Николая не было, но о них позаботился его дедушка Афанасий. Во время правления Екатерины II считали, что войско Запорожское тормозило экономическое развитие Малороссии и стало источником бунтарства. В 1764 году ушёл в отставку последний гетман Украины Кирилл Разумовский. Государство было разделено на губернии, а следом за этим уничтожена и Запорожская сечь. Бывшие старшины получали новые чины, а потомки казаков уже не гордились подвигами своих предков. Сориентировавшись в новой обстановке, Афанасий Демьянович Гоголь утаил имя деда Остапа, назвав никому неизвестное имя Андрей, и предъявил жалованную грамоту на земли якобы от польского короля Яна Казимира. Не правда ли? Напоминает сюжет повести Гоголя «Пропавшая грамота». Теперь муж наследницы знатного дворянского рода имел польско-рыцарское происхождение и фамилию Яновский в честь короля Яна. Однако чаще все говорили «Гоголь Яновский». Но про кончик Яновский забывали даже почтальоны. Николай Васильевич Гоголь очень любил Украину и мечтал написать ее историю. В 1832 году он уже назывался лишь фамилией Гоголь, а в графе «Национальность» писал «Украинец». В 1833 году хотел занять кафедру всеобщей истории в Киевском университете. Он писал своему другу Михаилу Максимовичу, вскоре ставшему ректором Киевского университета, «В Киеве, в древний прекрасный Киев, там или вокруг него деялись дела страны нашей». Да, это славно будет, если мы с тобой займем киевские кафедры, много будет можно сделать добра. А новая жизнь среди такого хорошего края. Но после польского восстания в Варшаве в Российской империи было запрещено брать поляков на государственную службу. И имя Гоголя было вычеркнуто из списка преподавательских кандидатур. Но Николай Васильевич не изменил своей мечте. Он не мог писать о своей родине научные труды, но писал о ней художественные произведения. Над повестью «Тарас Бульба» писатель работал почти 10 лет. Ознакомившись с биографией Остапа Гоголя, мы явно заметим аналогию с литературным гением. И тот, и другой были полковниками войска Запорожского, имели двух сыновей примерно одного возраста. Сыновья Остапа Гоголя учились в высшем учебном заведении. Старший сын Остапа Гоголя погиб от рук поляков при обороне Могилева. А другой перешел на сторону поляков, убедившись его брата. Переправляясь через Днестр, старый полковник Гоголь едва не погиб. Не напоминает ли это переправу «Тараса Бульба» через Днепр? А кто не помнит Гоголевскую майскую ночь или сказочного Вия? Это те истории, которые по вечерам рассказывала ему в детстве любимая бабушка Татьяна. Разумеется, человек, родившийся 1 апреля, не мог оставаться без чувства юмора. Знаменитый русский поэт Евгений Боротынский, прочитав повесть Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Сразу же написал литератору Ивану Кириевскому, я очень желал бы с ним познакомиться. Еще не было у нас автора с такой веселостью, у нас на севере она великая редкость». Статья, подготовленная Юлией Кравченко, публикуется в журнале «Загадки. История», номер 13, за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok